Приветствую всех на седьмом концерте фестиваля «Студенческая весна-2018» и сегодня на этой сцене факультет информационных технологий. Уже много лет организаторами фестиваля являются профсоюз студентов, студенческий клуб, а также Центр молодежной политики. Мы благодарим деканов, заместителей деканов, деканаты и лично ректора Двардовского Андрея Викторовича за поддержку нашей талантливой молодежи, за то, что вы поддерживаете их за сценой, вне сцены и, конечно же, идете навстречу в момент, когда начинается сессия. И для приветственного слова я приглашаю на эту сцену Хабарова Алексея Ростиславовича. Алексей Ростиславович, все с педальными в зале, за сценой, это слышно. Вам слава, всем, товарищи. Добрый вечер, добрый вечер. Как говорится, место свечить нельзя. Весна, апрель, ДК «Химулакно», полный зал, очень приятно. И, как говорят наши студенты, всем респект и уважуха. Нашему факультету воле и зребия выпало закрывать конкурсную программу весны 2018 года. И, конечно, наши ребята хотят поменять нынешнее положение и занять, ну, наверное, все-таки первую строчку среди всех факультетов. И я хочу им пожелать в этом большого успеха. И, надеюсь, вы тоже будете сегодня благожелательны к нашим выступающим, к нашим артистам. Ну и, наверное, жюри тоже поддержит их. Всем приятного вечера. Спасибо. Мы родными аплодисментами провожаем. Ну и в продолжении слов Алексея Росиславовича напоминаю, что программа у нас конкурсная. Но после сегодняшнего седьмого концерта «Интрига сохранится» я напоминаю, что у жюри есть 0,5 баллов, которые они могут вручить или не вручить. Он неделимый. И уже того, кто победил в этом фестивале, мы, конечно же, узнаем только на галоконцерте, который состоится 18 апреля в ДК «Пролетарка». Мы вас всех туда приглашаем. Билеты уже с завтрашнего дня можно найти в профсоюзе студентов. Ну и кто же эти семь концертных программ отсмотрел? Пешеходов Дмитрий Владимирович, начальник управления по внеучебной работе. Елена Хомина, актриса театра «Юного зрителя». Лялина Наталья, педагог-хореограф Центра танцевального развития «Джангл Кингс», лауреат фестивалей российского уровня, лауреат российской студенческой весны 2013 года. Для тех, кто не знает, это всероссийский крупный фестиваль, объединяющий такую талантливую молодежь. В этом году он пройдет в городе Ставрополь. Наталья Калиненко, лауреат всероссийских и международных конкурсов, педагог-хорестрадного вокала Курского колледжа культуры имени Вова и Селиванов Алексей, выпускник политеха, лауреат всероссийских фестивалей, директор эвент-агентства «Свен Медиа» и режиссер гала-концерта, о котором я только что вам рассказала. Ну и у нас есть небольшая сложившаяся традиция, мне кажется, в этом году. На ИСФ был предыдущий профорк, сейчас в зале сидит предыдущий профорк факультета информационных технологий, тоже можете его поприветствовать. Он, ребят, поддерживает, всячески помогает и, конечно же, ведет канал «Брюс Вейн Шоу», который стал новинкой в этом сезоне. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь, там свежие новости, фотографии и, конечно же, юмор и самоирония. У нашего фестиваля есть партнеры, давайте мы их тоже поблагодарим. «Саунд М» — это комплексное техническое обеспечение мероприятий любого уровня. Сегодняшний концерт не исключение, весь свет, звук. Ребята, большое вам спасибо. И сейчас, по традиции, мы разыграем несколько призов от нашего партнера сети фитнес-клубов «Атлетик Джим». Дмитрий, я приглашаю вас на сцену. Сегодня у нас будет расширенный розыгрыш. Сегодня мы начнем с того, что Дмитрий сейчас выберет двух ребят, которым достанется сертификаты на 1000 рублей на кроссовки в магазине «Хайп Плейс». Итак, Дмитрий, давайте. «Смирнов Илья Сергеевич». Если ты в зале, в концерт у тебя прошу, самое время купить себе кроссовки. Бурный аплодисмент. Это пропор факультета управления ЦСМ. Факультеты, которые на сегодняшний момент пока лидируют в гонке факультетов. Оставайтесь с нами, Люша. Второй такой же сертификат получает Яско Яна. Яна, вы, наверное, в этом зале. Выходи к нам. Бурными аплодисментами. Ребята, скорее всего, купят себе новые красоты. Следующий подарок, который мы разыграем, пока Яна идет к нам, это пять персональных тренировок с тренером. Александр Богданов будет тренировать следующего человека. Сначала он покажет, как, а потом, надеюсь, тот, кто получит этот сертификат, будет тренироваться сам. Похудеет к лету, а может быть, просто приведет себя в форму. Кто-то может потолстеет, как я. Матвеев Матвеев Матвей. Я думаю, Матвеев будет открыть привет. А вот он, а сомневая. А я не Матвеев, я сомневаюсь. А где Матвеев? У него нет? А кто написал его имя? А это секрет, и вы это узнаете буквально через пару минут. А, это был, наверное, секрет, что Матвеев... Ну, давайте отдадим, как будто мы поверим. Хорошо. Обязательно передай. Ну, и финальный наш подарок — это абонемент на целый месяц в клуб от этих джим, а их целых пять по городу, в любой, который ближе к вашему полному учебе, работе, вы сможете посещать на протяжении целого месяца. И этот человек, девочка или молодой человек, сейчас мы его знаем, Кузнецова Алина Сергеевна. Алина, поднимайся к нам, я тебя сегодня видела. Ты точно здесь. Поздравляю тебя. Привет. Большое спасибо ребятам. Вы с подарками. Я дальше. Дмитрий, вам большое спасибо. Благодарю за то, что сегодня зрительный зал полон. На этом заканчиваю свою речь. Встречайте. Факультет информационных технологий. Недавно появившаяся компания Стравицкого стремительно набирает обороты. Он поглощает компанию за компанией. Ходят слухи, что Стравицкий скрывается от общественности. Аналитики считают его бизнес незаконным. А кто же такой этот Марк Стравицкий? А вот это имя мне нравится. Как и все. Все révели. Ставицкий скрывается, как и все. Встреча с обратно. Как и все. Международный зал. Что-то выиграло. Мугл, что-то выиграло. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Здравствуйте. Мы машину по утилизации пригнали. Можно получить новую? Да, конечно. Собирайте вот эту. Спасибо. Давай-давай-давай. А вторую меня еще толкает. Да, с колесами намного проще. Итак, представьте, последний на селе математик, психопат, комбайнер. Я вас сейчас всех порешаю! Друзья, а давайте добавим немножечко хоррора в наше выступление. Итак, представьте, ночь, темный лес, лютый мороз. Мужик пытается поймать попутку. Мужики, до цивилизации не подкинете. Да, конечно, садись. А куда едете? На концерт Джея. Ну, в принципе, не так уж и холодно. Друзья, у любой сказки есть свое продолжение. И оно может быть даже таким. Итак, представьте, малыш, малыш и Карлсон после ограбления секс-шопа. Малыш, ну, пожалели немножечко. Прошлого не вернуть. И так, представьте, ребенок ссорится с отчимом. Ты мне больше не Валера. Друзья, представьте, зомби ест мозги гуманитария. Одиннадцать. Двенадцать. И еще немножечко, и мой IQ будет треносать. А-а-а-а! Друзья, ну и что хотел бы сказать в конце. Знаете, мы сильная и гордая команда. Да, не надо удивляться. Мы не будем просить десятку. Пожалуйста. Мы не будем ставить любимые песни жюри. Не дадим зрителю хлеба и зрелищ. Мы даже не будем давить на патриотизм. Да что уж говорить. Мы даже за божественной помощью обращаться не будем. Правильно. Я ведь только вчера воскрес. А все потому, что для вас выступала сильная и, главное, гордая команда КВН Фитнес. Спасибо! Пушкина я вас ненавидел с самого детства. Можно сказать, как-то сразу не заладилось еще с детского сада. Помню, сидим глупой. Воспиталка читает что-то задудное такое в стихах. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не помню, что я там сделал, но вдруг слышу. Питунин, тебе что, неинтересно? Мне хоть и пять лет было, но я понимал вопрос с подлогом, сижу, молчу. Она не унимается. Питунин, ты что, Пушкина не любишь? Мне бы промолчать. А я возьми, да и ляп, не люблю. Пять лет дурак был. Откуда же я знал, что любить Пушкина нельзя? Это я уже потом узнал, что любимый поэт Пушкин, композитор Чайковский. Ну а художник, естественно, редкий. Но тогда я этого не знал, вот и ляпнул. Воспиталка аж подскочила на месте Питунин. Да как ты можешь не любить Пушкина? Все любят Пушкина. А ты? Марш в угол! И про подъемный кран можешь забыть навсегда. А вот это было уже серьезно. Машинка, подъемный кран была на весь детский сад одна. И из-за нее все время возникали конфликты, потому что всем хотелось с нее поиграть. Там было три маленьких ручки. Крутишь, одну и стрела крана вращается в сторону. Крутишь, другую стрела поднимается и не опускается. Крутишь, третью веревочка начинает наматываться или разматываться. И если что-нибудь на крючочек подцепить, то можно по-настоящему поднять какой-нибудь кубик или еще чего. А если добавить еще звука? И чтобы мальчишки постоянно из-за нее не дрались, очередь была расписана на месяц вперед. И надо же, именно сегодня как раз должна была быть моя очередь, а я стою в углу. Все уже Пушкиным насладились, кто чем занимается. А Соловьев, его очередь только завтра напротив меня специально над подъемным краном играет. Гаг, гаг, гаг. И я не выдержал и разребелся. Стою, слезы текут, а все почему-то очень весны. Смеются. А Соловьев еще пущен. Бжжж. Брррр. И воспиталка. Ну что, Петуньин, в следующий раз будешь, как все, Пушкина слушать. Ну, и как я после этого должен к Пушкину относиться? Вот убили его и правильно сделали. Раньше еще не было. А ведь могли и раньше. Чего стоит только одна дуэть с офицером генерального штаба. Зубов. Не понравилось Пушкину, как тот в карты играет. Слово за слово. Кончилось дуэлью. Помните, повесть «Выстрел»? Еще был фильм такой классный с Казаковым и Яковлевым. Там Казаков по повести Сильвия стреляется с Яковлевым. А тот стоит напротив него и черешни ест. Да и косточками плюется. Так это Пушкин себя писал. Это он стоял напротив пистолета и косточками плевался. Вот только его противник благородством не отличался. И пальнул в Пушкина совсем не шуточно. Чудом не попало. Но ведь не попало. А что Пушкин? А ничего. Доел не спеша черешню. Поставил своего соперника к барьеру и пальнул воздух. Ну а после поехал домой. Но об этом я уже узнал, когда пошел в школу. Самое время признаться ей в любви. Может быть сводить ее в ресторан? Нет, в ресторан дорого. Блин, мозг! Думай! Думай! Дим, может быть я тебе лучше все-таки во время экзамена помогу? Нет? Что ж, дело твое. Итак, приступим. Совет первый. Тебе необходимо свести девушку туда, где трата денег сведется к минимуму. Там, где тебе не придется за нее платить. Алло, Саш, ну че? Я тебя жду в парке, давай. Как договаривались? Ага. Марк, ты что дурак? На улице минус 10. Ну у меня тут военная часть недалеко. У меня там кореш служит. Он нам сосисочки вынесет, все как надо. Похам и бог! Вот это романтика. Ну че, согласны, нет? Алло, Марк, привет. Давай в кафе встретимся? Да, да. Давай, хорошо. В том случае, когда трата денег неизбежна, запомни, тебе надо вести себя как истинный джентльмен. Да куда ты лезешь-то? Ну и дай пройду. Тима! А, Саня! Саня, Роман, проходи! Ты погуляй по костям и быстренько. Сев за столик, продолжай держать оборону. Саш, не волнуйся, я в ресторанах бываю часто. Позволь, я сам выберу. Будьте добры, нам две кружечки с кипяточком. А пакетик с чаем у меня с собой! А вы правда воруете мелочи с карманов? Саш, че тут у тебя бока жирные? Может лучше на пробежечку? Пока вы ждете с ней заказ, дама ни в коем случае не должна скучать. Ну и че молчишь? Базарить-то будем вообще, нет? Ох, пиндосы с санкциями душат, но мы-то русские, мы сильные. Хочешь, хочешь пробеж присуху? Давай, давай, ну, ну! И вот залезает на меня, значит, одна брюнеточка, садится прямо на колени, и я ей говорю, ну, давай, давай, давай! Ух, веселенький был по связи, конечно. Что я все о себе тогда о себе? У тебя-то как дела? Ну, у меня все отлично. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и тебе в любом случае придется заплатить за этот счет. Спасибо. Ух, мадам, и не завидую я вам, я-то всего чаечек заказал, остальное ваше. Я сейчас приду одну минутку. Маш, здорово, слушай, скинь, пожалуйста, денежку на карту. Под какие еще проценты? Сколько я тебе буду должен? Ну, не заканчивать же на этом свидание, будь джентльменом, проводи ее до дома. Марк, а может ты меня на машине до дома довезешь? Ну, конечно. А давай-ка лучше пешочком прогуляемся, это и приятней, и полезней, тем более мне так врач сказал. Какой врач? Психиатр. О, бомжи! Ну, в итоге вот так вот я сделал им ремонт абсолютно бесплатно. Ну, вот мы и пришли к твоему дому, Саша. Марк, ты такой замечательный, я бы любила тебя даже если бы ты был бедным. Дружище, это самый прекрасный момент. Давай, признайся ей в любви. Ну же, действуй! Саша давно хотел сказать... Извини, я на минутку. Алло, Дим, давай познакомимся с нашими половинками. Пригласи Сашу к нам домой. Понял, хорошо, до встречи. Психиатр. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Привет, знакомься Дима, это Марк, давайте мы пока пообщайтесь, мы пойдем с Сашей, это будет правильно, ну что Марк, пойдем, будем знакомиться Ну так на чем мы с тобой остановились? Ну здорово, давай знакомиться А я не раз слышала, как зовут твоего молодого человека? Марк Марк? Серьезно? Ты у меня вообще ничего не мог придумать Ого, какое кольцо, а кто подарил? Серьезно? Кредит? А вы куда-нибудь уже ходили? Он не привык делать все банально Девочки, знаешь, лепатки на романтиков Мы сидели на берегу реки и любовались закатом Я сделал ей бутеров, сводил на ближайшую речку, а потом сказал Этот закат я посвящаю тебе, дорогая Ели сэндвичи и запивали красным каберне Серьезно? Сангрию бутылку перелил? Красавчик! А твой парень, он вообще откуда? Ну я предполагаю Франция Ницца Серьезно? Да сварку ты меня Слушай, ты когда на свидании был и что-то не так делал У тебя вот тут вот слово «нет» не появлялось случайно? А то уж думал это я такой дурак Ну вот так посвято прошел Я думаю они нас уже заждались, пошли к ним Да, пойдем АПЛОДИСМЕНТЫ По лицу роса Я к тебе, Басай, и слова бросаю По ветру, по лицу роса Я к тебе, Басай, за тобой бегу На край света, Басай Басай, Басай Если бы не ты, Где бы была я? Если бы не си, Моя, моря, моря Унесли бы ветер, Паруса, паса, а любовь была света Белая пашка, Басай, за тобой бегу Я к тебе, Басай, и слова бросаю По ветру, по лицу роса Я к тебе, Басай, за тобой бегу На край света, Басай 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 Басай, Басай, Басай Басай, Басай 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 Дай свет на Басае. Я тебя подсолнце, Возрастаю на ветру, Возрастаю на солнце. Я тебя подсолнце, За тобой бегу на Тайсвет на Басае. 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 Если бы не ты, Где бы была я, Если бы не сильная, Моя, 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 Унесли бы ветром, Паруса, паруса, Любовь была светом. Белая волоса По лицу роса И тебе подсолнце, Возрастаю на ветру, По лицу роса, Я тебе подсолнце, За тобой бегу на Тайсвет на Басае. Я тебе подсолнце, Пой по красою, по ветру, по солнцу. Я не дебо знаю, за тобой бегу, А краснета божая. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Я ем на обед, золотые сливки, Преклянтовый десерт, нефтяные сливки, Не имя вельдингу. Хозяйство, как веры, я не велику. Божая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не прож transcendize АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Карл Маркс В левой руке Питерс В правой руке Парс Мой пиан Бенеджер Карл Маркс Капитал 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 В левой руке Питерс В правой руке Парс Мой пиан Бенеджер Карл Маркс Мое лицо Ладонна Внутри Ступых душ Все на колене Одет Капитал 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 Ну, вот так вот мы с ней познакомились Срочный выпуск новостей Прямо сейчас Марк Стравицкий Проводит пресс-конференцию Добрый день, дамы и господа Я готов ответить на Что это значит? То есть все это время Ты вравниваешь, что ты Марк Стравицкий? Так ты что, тоже Стравицкий, что ли? Так, стоп Ты что, знала, что я не Марк? Конечно, знала Я что, по-твоему, дура, что ли? И ты все это время знала и молчала? А как же женская солидарность? Какая женская солидарность? Ее нет Жанни, мне очень жаль, что ты об этом так резко узнала Резко? Да я с самого начала об этом знала Ну, то, что ты не Марк, это не отменяет твои харизмы Мне было очень приятно с тобой общаться И я бы хотела это продолжить Правда? Так давай мы больше не будем друг другу врать Ты не будешь врать Хорошо Вот ты где Саш, Саш, давай поговорим Ну ты чего, обиделась, что ли? Не трогай меня С самого начала я знал, что это будет плохая идея Но я решил пойти на риск Я бы тебе признался, как только ты бы меня узнала получше Прости, что это так произошло? Ну какой же ты идиот Да, идиот Ну идиот, с которым тебе было весело все это время Прошу тебя, дай мне второй шанс Ну что же, отеваю маски Помните, ради кого мы это делаем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!